Деяния святых апостолов И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного, обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Поэтому они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время Господи восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Главная фраза, которую мы вынесли в заглавие – «Свидетели Иисуса Христа». Надо сказать, дорогие друзья, что книга «Деяния святых апостолов» – это историческая книга, и это единственная богодохновенная история Церкви. Без этой книги перед нами возникло бы определенное затруднение, а именно резкий переход от жизни Иисуса Христа, описанного в Евангелиях, и сразу к посланиям. И поэтому Господу Богу было угодно, чтобы вдохновить автора Евангелия от Луки, вдохновить этого автора на еще одну книгу, и это книга историческая, о том, что Господь делал через своих свидетелей, и как все это развивалось, и как Слово Божие распространялось из Иерусалима в Иудею, в Самарию и далее до края земли. Хочу отметить, дорогие друзья, что край земли еще окончательно не определен. Еще есть места на нашем земном шаре, которые еще не достигнуты, и когда люди достигают этот край, этот недостижимый край, говорят, это край земли. Но проходит время, и край земли немножко уже отодвигается. Ну, а если говорить, что наша земля круглая, то вообще трудно найти край земли. Нужно идти и благовествовать весь о Господе нашем Иисусе Христе. И надо сказать, дорогие друзья, что вот эти свидетели, ученики нашего Господа Иисуса Христа, за очень короткий срок, 30-35 лет, они расширили горизонт от маленького еврейского движения с центром в Иерусалиме до мировой веры, которая проникла в саму столицу этой империи. Такого никому не удавалось. И секрет этого движения и этой силы, и этого движения распространения заключается в том, что мы сегодня уже прочитали, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы тогда будете свидетелями, свидетелями надежными, вдохновенными, сильными. Надо сказать, дорогие друзья, что с возрастом я заметил для себя, что я тоже интересуюсь историей. И мне все больше нравится читать какие-то исторические темы, исторические рассказы о прошлом, о настоящем. И есть эти специалисты, есть эти люди, способные собрать этот материал, изложить его доходчиво, понятно, чтобы выстроилась какая-то цепочка взаимосвязи. Вот таким автором и был Лука, который по тщательному исследованию он все это рассмотрел. Видимо, он тоже был одним из тех, кто сопровождал и апостола Павла, и был рядом с этими людьми, которые начинали это движение, движение христианское, движение нашего Господа Иисуса Христа. И он изложил это в книге. Проходит время, и многим людям нравится почитать, а что же было в то время, а с чего начиналось это движение. И в наше время тоже многие люди пишут книги о настоящем времени. Многие с удовольствием читают, потому что есть вещи, которые мы, ну, в силу наших обстоятельств или в силу наших каких-то ограниченностей, мы не можем все знать, все видеть, все провидеть. Вот, порой мы даже не можем выстроить взаимосвязь между событиями. Вот, но есть люди умные, есть люди умные, такие досужие, которые могут проникать в эти, вот, так сказать, глубины человеческой истории. Вот, или они имеют какой-то доступ к каким-то документам, которые могут пролить свет на то или иное событие. И они начинают писать и излагать книги. «Деяния святых апостолов» тоже историческая книга. И здесь изложено много вещей, которые порою нам и, как бы, на первый взгляд незаметны и, кажется, вот такими можем пройти мимо. Вот. И я бы обратил внимание, что 4 стих обращается Господь к ученикам Своим и говорит. «И собрал их, Он повелел им». Дорогие друзья, здесь есть повеление «Не отлучайтесь из Иерусалима». Это повеление прозвучало перед тем, как Иисус Христос был уже накануне страданий своих. И Он говорил, что «Я повелеваю вам, чтобы вы не отлучались, ждали обещанного в Иерусалиме». И вы знаете, как часто бывает с людьми, и это часто бывает, что люди либо пропускают мимо, не улавливая главную мысль, либо не обращают внимания и думают, что это можно иметь в виду, не упускать из виду, но и, тем не менее, заниматься чем-то другим. И мы знаем, что Петр поднялся и говорит, «Иду ловить рыбу». И мы находим, дорогие друзья, что повеление нашего Господа Иисуса Христа, оно как-то проигнорировано, оно не выполнено. И мне интересно отметить, дорогие друзья, что вот здесь, в 8 стихе, перенося наше внимание, вы найдете, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме. И дальше Господь говорит, вам нужно двигаться в Иудею, Самарию и дальше, дальше, дальше до края земли. Два повеления. Вот в этом коротком отрывке существует два повеления. Первое повеление – вам нужно быть послушными и вам нужно ждать. И как часто это бывает, для человека ждать – это тяжело. это тяжело ждать, а здесь нужно было ждать. И они, может быть, и подождали какое-то время, а потом видят, что-то ничего не происходит, что-то ничего не меняется, и начинают уже потихонечку строить свои планы. Может быть, имея в виду и то повеление, которое Господь им сказал. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, что автор этой книги, в начале своего повествования, вот этого отрывка, он как бы два первых стиха, он пытается воспроизвести в нас, в нашем сознании, в нашей памяти, те события, которые уже произошли в Евангелии. Это 4 и 5 стих. И мы находим, что тот же Лука за 4 стих, он пишет в 24 главе, «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше». Когда мы читаем 5 стих, то мы видим, что здесь также есть отсылка к тем событиям, которые уже произошли в Евангелии. И Марк пишет в 1 главе 8 стихом, «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». А Лука, автор же Деяния, пишет в 3 главе 16 стихом, Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И вот далее мы находим, дорогие друзья, 6 и 7 стих, они возвращаются к теме, которая есть у человека, тема, которая любимая. И эта любимая тема у учеников была о Царстве Небесном или о грядущем Царстве. Возможно, они еще не представляли вот всех этих контров этого Царства, они не представляли всей сути этого Царства. Они видели перед глазами, ну, как бы перед глазами истории своей Царства, которое мира. Ну, допустим, в то время было Римское право или Римское Царство, и они представляли, как это Царство устроено. Вот, что один народ сильный, с помощью железа, оружия, порабощает другой народ, более слабый, более меньший. Вот, и таким образом Царство устрояется, или Царство усиливается. И замечено, что как только империя прекращает свое распространение, оно начинает свое сворачивание. Таким образом, у Царства есть вот такая тяга к распространению, к расширению. И римляне это тоже понимали, и до тех пор, пока они расширяли свою империю, империя держалась и стояла вот на мече, и вот с помощью всех этих войск и силы. И как только прекратилось это расширение, империя начала скакуживаться, свертываться. И вот ученики вновь обращаются к учителю вот с этим вопросом. Что же там по поводу Царства? Я думаю, что это как бы такой, ну, общераспространенный такой прием руководителей народа, когда народ находится в порабощенном, униженном состоянии, говорит народу, что вот мы имеем, мы имеем пророчество, мы имеем обещание, что наш народ будет во главе Великого Царства, наш народ будет иметь Царство, наш народ будет иметь вот не только продолжение в настоящем, и это Царство будет продолжаться долго, это Царство будет вовеки. И вот в Даниила, мы читаем в 7 главе, в 18 стихом, «Потом примут Царство Святые Всевышнего и будут владеть Царством вовек и вовеки веком». И это говорит о том, что это Царство будет вечным. И когда люди это слышали, это было как бы вот такое вдохновение для них, это была надежда на будущее. Может быть, я еще, может быть, застану этого Царства. Может быть, мои дети будут жить в этом прекрасном Царстве. И это было утешение для них. Это была любимая тема для них. И всякий раз, и тем более, эта тема была связана с Мессией, который пришел, и который вот здесь рядом находится. И они не могли себе отказать вот в этом желании своем спросить Его об этом Царстве. И действительно, дорогие друзья, Царство Божие, Царство Небесное, оно в чем-то, в каких-то аспектах, может быть, похоже словами. Царство Небесное, оно действительно могущественно. И пространство Его безгранично. Пределы Его расширяются дальше и дальше. И к Нему принадлежат все святые Ветхого Завета, вот как распространяется это Царство, множество искупленных, новозаветных, несчислимое число стоящих перед престолом Божиим, так же, как и все ангелы Божии, Серафимы и Ферувимы. Это все Царство. Это все Царство великое и могущественное. И это Царство очень даже похоже по аналогам земного Царства. Это Царство тоже постоянно расширяется. Именно потому, что Господь Иисус Христос, а эти слова были сказаны перед тем, как Он вознесся на небо, на небо, что «Вы будете Мне свидетелями». И именно потому, что Дух Святой вдохновил этих людей, и они стали свидетелями, мы находим, дорогие друзья, что Царство Небесное, оно безостановочно растущее. Оно подобно горчичному зерну, которое растет. И наблюдающий за его развитием видит, как оно постоянно возрастает, и владычество свое прострет никогда над всеми Царствами земными. Мы находим даже, дорогие друзья, что это Царство богатое. И для современных стран и государств сегодня экономика считается номером один, вопрос номер один. И правители этого мира встречаются между собой, и первый вопрос, который они обсуждают, как наша торговля идет, как наша экономика, насколько мы увеличили там товарооборот или нашу торговлю, выгодно она или невыгодно. Так вот, дорогие друзья, Царство Небесное, оно тоже богатое. И оно может на вид показаться бедным. Потому что людей много простых, но эти люди, оно, это богатство, несозмеримо, неистощимые его сокровища и неиссякаемые источники. Потому что это Царство, оно заключено в том, что сам Господь проник в сердца людей, этих составляющих Царства. Надо сказать, дорогие друзья, что это Царство почетное. И это тоже похоже на Царства земные. Потому что каждое Царство или каждое государство хочет иметь какой-то почет. И сегодня люди даже выстраивают, какое государство номер один, а какое государство номер два, а какое государство в пятая экономика мира. И как бы есть какой-то ранжир этих государств. Так вот, дорогие друзья, Царство Небесное, почетное Царство. И нередко земные Царства превозносятся своими победами и честью. Но у них есть на совести и пятна, есть на совести и грехи, есть на совести кровь пролитая. Царство Божие чисто, ибо не совершило ничего бесчестного. Оно Царство Святое, имеющее за собой длинный ряд славных побед. Надо сказать, дорогие друзья, что Царство Небесное также имеет и установление. Это Царство имеет установление, и эти установления созданы и начертаны самим Богом. Это совершенное законодательство, при котором все идет гладко, не нуждающиеся ни в изменениях, ни в исправлениях. И сводом законов Царство является Библия. Законы равны для всех и содействуют ко благу всех и каждого. Дорогие друзья, сегодня очень многие люди в этом мире решают проблему. Какое же общество наиболее социально защищенное? Социалистическое или капиталистическое? Или еще какая-то другая форма, может быть, смешанная между ними? И вся проблема в том, что есть очень много людей в нашем обществе, которые не защищены в силу своих каких-то обстоятельств. Кто-то приболел, кто-то родился уже с какими-то дефектами физическими или, может быть, моральными, или как бы психикой какой-то. Вот эти люди не защищены. Как сделать так, чтобы они имели все необходимое для жизни своей? Это проблема, которая решается на протяжении многих лет и веков и еще не решена. И поэтому, дорогие друзья, Царство Небесное — это царство, где эти проблемы решены. Где есть установления, где есть порядки, которые обеспечивают каждого человека. И слава нашему Господу, дорогие друзья, что мы это царство так же ожидаем. И Господь говорит, что это царство внутри вас есть. Слава нашему Господу, дорогие друзья, что это царство предполагает один неукоснительный закон. И она говорит так, что поступай со своим ближним так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Это один из законов этого царства. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, любили, делай это ближнему своему так же. Хотел бы также обратить внимание, дорогие друзья, что само слово «свидетель» — это человек, который лично присутствовал при каком-нибудь событии, очевидец. И апостолы, 12 апостолов, которые были очевидцами всего события, связанных с нашим Господом Иисусом Христом, они считаются истинными свидетелями, они виделись своими глазами. И когда апостол Петр проповедовал в день Пятидесятницы, это во второй главе, то мы находим, что когда он говорил, он имел это право сказать. Всего Иисуса, это 32 стих, Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. В день Пятидесятницы апостолы стояли, совершилось это событие, которое мы сегодня прочитали, которого они еще ждали. И вдохновленный Петр проповедует и говорит, Всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Дорогие друзья, ученики были свидетели, и они свидетельствовали. И слава нашему Господу, дорогие друзья, что это свидетельство дошло и до нас. Но распространялось оно не так быстро или не так охотно, как хотелось бы, чтобы оно сказал Иисус Христос, идите, вы свидетели. И так и произошло. Были какие-то обстоятельства, они и сегодня в обществе, эти обстоятельства существуют, в каждом обществе существуют. И думаю, что интересно заметить, что у книжников того времени существовало представление о так называемых десяти степенях ритуальной чистоты. В чем это заключалось? Это заключалось в том, что земля Израиля святее, чем какая-то другая земля. Города, окруженные стенами в земле Израиля, святее, ибо они должны высылать за пределы прокаженных. Храмовая гора еще святее. Святой святых еще святее, потому что никто, кроме первосвященника, не может войти туда для совершения служения. Вот такие были постановления у книжников и фарисеев, и они этого очень сильно держались. И из этого прямо следует, что чем дальше человек находился от храма или от Иерусалима, тем больше возрастала степень нечистоты. И надо сказать, дорогие друзья, что наши свидетели или апостолы, они тоже были вот в этой среде. И помните, когда апостол Павел пошел в путешествие, и потом, когда хотел вернуться в Иерусалим, его не пустили в храм. И ему предложили пройти вот эти все, так сказать, необходимые процедуры, чтобы осветиться, очиститься. И он это сделал. Не потому, что знал, что это нужно и необходимо, чтобы быть чистым, а для того, чтобы уважить этих людей, которые там были в храме. И, возможно, это и есть причина, почему ученики не спешили покидать Иерусалим. И жизненнослужения ранней общины происходили в храме и вокруг него. И мы знаем, что они каждый день собирались. Они каждый день собирались, и вот вся жизнь была сосредоточена там. И вопрос, на какой горе следует поклоняться Богу, который мы находим в Иоанна 4 главе, это был непраздный вопрос, и этот вопрос остается принципиальным, важным и до сих пор. Христианская община изначально была призвана проповедовать свои убеждения и ценности в условиях постоянно меняющегося мира. И это требовало от последователей Иисуса определенной гибкости мышления и готовности переступить через сложившиеся веками культурные табу. Практически ничего не могло заставить правоверного иудея переступить границу между Иудеей и Самарией. Таких причин не было. Иудеи, если нужно было им идти через Самарию, они Самарию обходили. Они находили время и находили силы лучше обойти. И тут есть такой факт, дорогие друзья, что сам Иисус неоднократно шел из Галилеи в Иудею через Самарию. И даже были там у него встречи в Самаре. И это описано на страницах Священного Писания. Вот. И как же был преодолен вот этот барьер, этот рубеж? И преодолен он был не иудеями, а преодолен он был людьми, которые были иудеи, но из рассеяния. То есть они жили не в иудее, они бы жили в других местах по Римской империи. Вот. Возможно, они уже были как бы немножко знакомы и с другой культурой. И вот таким человеком был Стефан. И Стефан начал благовествовать и говорить. Вот. И он первый был, который сказал, что этот храм будет разрушен. он сказал эти слова и тем самым на себя вот вызвал все возмущение и весь гнев тех людей, книжников и фарисеев. За что и был потом он побит и умер. И написано, мы читаем генеральный 8 глава, 12, первый и второй стих, и все кроме апостолов рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. После вот убийства Стефана в Иерусалиме начались большие гонения и верующие люди начали двигаться и начали идти из Иерусалима вот и началось вот первое движение людей вот и таким образом они достигли вот этого первого круга Самарии. Но, дорогие друзья, существовал еще один барьер. Нужно было достигнуть язычников. А язычники это вот то, что Господь говорил и до края земли. Дальше везде язычники. И свидетелям, апостолам нужно было достичь и этого. И мы находим один пример, который записан в День Святых Апостолов в 10 главе. И там апостол Петр, он находится в выступлении на крыше дома, пришел помолиться, а внизу там в доме готовят еду, чтобы сделать угощение. Вот. И апостолу Петру является видением, он видит видение. Спускается как бы сверху сосуд, и в этом сосуде всякие животные, присмыкающиеся, всякие гады. в общем, то, что еврею, правоверному еврею не трогать, даже, может быть, и смотреть, тем более, есть нельзя. И он говорит, нет, Господи, Петр говорит, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. И тогда Господь его посылает. И тогда Господь его посылает, и Петр был послан через видение Корнилию к язычнику, в Кесарию. И первое, что он сказал, когда пришел в Кесарию, когда он пришел к язычнику, он сказал, это деяние святых апостолов, 10 глава, 28 стих. Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, что я, чтоб я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Таким образом, дорогие друзья, Господь проложил дорогу вот к тем дальним, крайним районам, вот к тем язычникам, к которым относимся и мы сегодня. Господь проложил и Господь объяснил Петру, основателю церкви, Петр, ты не должен ни одного человека почитать скверным или нечистым. Слава нашему Господу, дорогие друзья, что свидетельство это дошло и до нас, и мы сегодня знаем Господа, можем читать Его Слово. Благодарность нашему Господу. Но я бы еще хотел сказать, что есть еще одно свидетельство, которое сегодня может использовано быть и нами. Мы читаем на странице Священного Писания, это Евангелие Теана, 9 глава, 10 стих. Там был человек, который был рожден сезьяном, у него не было зрения, он был слепой от рождения. И он пришел к Иисусу Христу и Господь сделал брение, он смешал пыль или землю со слюной, сделал это брение и помазал ему глаза и сказал, иди и омойся в Иордань, в купальне. Он пошел и омылся и пришел и видит. и у него начали спрашивать, что произошло с тобой, кто это сделал? И вот этот человек, являясь свидетелем, личным свидетелем того, что произошло с ним, он начал говорить. Он начал говорить и тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Люди, видя его, говорили, как открылись у тебя глаза? Расскажи. И он начал рассказывать, я пришел к Иисусу Христу, я попросил у него, Господь сделал вот брение, смешал пыль и свою слюну, помазал мне и сказал, иди омойся. Я пошел омылся, теперь я вижу. Против личного свидетельства то, что произошло с вами, со мной или с вами, нет никаких возражений и нет никаких аргументов. Это очень сильное свидетельство. Поэтому, дорогие друзья, у нас есть это право говорить и свидетельствовать, что произошло с нами, что произошло со мной, что произошло с вами, и объяснять и говорить. Это свидетельство, которое мы сегодня можем использовать. Это свидетельство, посредством которого сегодня Царство Небесное простирается, распространяется и живет. Слава нашему Господу, дорогие друзья, что мы можем читать Слово Божие, можем находить в этом Слове Божьем уроки. И слава нашему Господу, что Господь и сегодня давал нам уроки, чтобы нам не искать причину, чтобы не идти, не искать причину внутреннюю, чтобы остаться, не опираться на какие-то обычаи культурные, социальные, еще что-то. Потому что и сегодня мир разделен. Разные веры, мусульмане, христиане, другие вероучения, очень много. И каждый считает, что он самый чистый, и ему нельзя прикасаться к другому народу или к другой вере. Или сегодня уже люди ценятся не потому, что он человек, а потому, что он христианин, или он мусульманин, или он иудей. Это сегодня выжило на первый план. Это как будто является сегодня главной ценностью. И люди боятся потерять этой ценности. Сегодня это является тоже вот такими барьерами, за которые нам необходимо выйти или преодолеть. Слава нашему Господу, дорогие друзья! Мы сегодня будем молиться, благодарить нашего Господа за то, что он послал свидетелей, которые донесли эту истину и до нас, до язычников, до края земли. И сегодня у нас есть такое же поручение. Оно остается и для нас, потому что край земли еще не достигнут. И Царство Небесное еще не объемлет всех живущих на этой земле. А ему за все слава Богу нашему Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Сыне. Сына. Сына. Продолжение следует...